Всем привет! Я рада приветствовать вас у себя на канале, канале Будни Дачницы. Давно не было видеороликов и сегодня видеоролик про торговлю. Я сейчас разлаживаюсь, сортирую. Приехала вчера с дачи, очень хотела потрогать вечером, но погода мне не дала, был очень сильный дождь. Вставлю прям вот кусочек видео, какой, если получится. В общем, сегодня пришла пораньше, на часах 6.00. Как всегда, рядом никого нету, но мне захотелось стать так, как я хочу, поэтому пришлось прийти пораньше. Ничего страшного, отдохнем. Значит, стол сегодня вот такой красочный. Немножко хочу вам показать, рассказать, пока есть у меня время, пока не пришли мои покупатели. Вот, смотрите, что я привезла. Значит, зеленый лучок. Сразу буду по традиции рассказывать о цены и сразу вам переводить в российские рубли. Потому что смотрят меня из России. Так будет немного информативней. Кто впервые на моем канале, это канал про дачу, про торговлю, про дополнительный заработок, про наши труды, так как мы трудимся и стараемся реализовать излишки для дополнительного дохода для нашей семьи. Значит, что сегодня я привезла? Это зеленый лучок. Садила я его попозже, специально для того, чтобы у меня был какой-то ассортимент, было что-то такое, вот, то, что требуется сейчас, то, что в спросе. У нас начало августа, вот, поэтому лучка зеленого уже доброе утро. Как такового уже и нет у людей, поэтому хочется побаловать зеленью. Значит, зеленый лучок. В пакетике у меня вот там рукола. Спрятала ее, потому что погода у нас сегодня, наверное, будет солнечная, чтобы не обветривалось. Огурчики. Огурцов выбрала достаточно много. Смотрите, разные они абсолютно по размеру, соответственно, и цена у них тоже будет разная. Значит, так, про цены, да, вернемся сразу. Огурец у нас в цене. Стоимость огурца на сегодняшний день от 3,5 рублей белорусских. Ну, в зависимости от размера цена, конечно, уменьшается. Лучок зеленый у нас по 2 рубля белорусских. Здесь в пучочке где-то 130-140 грамм. Пучки такие достаточно большие, ну, и цена тоже. Так, дальше у нас идет щавель в банках. На удивление, его берут очень хорошо сейчас. Две баночки я приношу, две баночки реализую. Цена его 4,5 рубля за пол-литровую баночку. Чесночок выбрали зимовой. Головки тоже разные по размеру, поэтому и цена разная. От рубля, по крайней мере, у меня так, ну и выше. Лисички. Осталось у нас немножко грибов. Ездили в лес. Цена на лисички вообще непонятная. Каждый день разная. На каждых рынках своя. Ну, я как торговала, как бы по одной цене, да, вот 8 рублей за литровую баночку, так и торгую. Немного набрала спаржи. Здесь у меня где-то полкилограмма. Килограмм спаржи у нас сейчас 6 рублей стоит белорусских. Домашние помидорки цветные, до безумия красивые. Сейчас покажу, какие они еще есть в ящичке. Вот так, немножко они подмокли, но разноцветные. Смотрите, и розовые, и розовые, и полосатые. В общем, помидор очень-очень красивый. Сейчас буду его протирать и вот сюда на столике его выкладывать. Так, значит, томаты у нас 5 рублей крупные за килограмм. 4,5-4 рубля чуть мельче. Ну, домашний томат тоже в цене. Вот такая красота у меня, декор стола. Это патиссоны. Естественно, их, скорее всего, никто не купит. Хотя вчера приходила девушка, которая сказала, что это очень вкусно жарить. Не пробовала я. Мы только их маринуем, добавляем в декор маринации для баночек. Ну, в общем, взяла. Ну, согласитесь, что стол смотрится вот так с патиссонами покрасивше. Так, поярче, да, наверное, попривлекательней. Вот, острый перчик продаем по рублю. По рублю вот за стручочек. Вчера я достаточно неплохо вечером, несмотря на то, что дождь, успела перчика продать. Потому что сезон заготовок. Ну, и люди как бы спрашивают. Дальше у нас идет картошка. Смотрите, какая у меня в этом году картошка. Замечательная. Значит, сорт это манифест. Красненькая. И королева Анна. Отменный картофель. Просто супер. Вот такие я здесь положила маленькие огурчики. Видите, вообще мизерные. Я не знаю, камера передает или нет. Но, в общем, они будут самыми дорогими. Ну, и дальше пойдут на убыль по цене. И вот такая корзина у нас сезонных яблок. Это яблочко белый налив. Вот. Тоже пользуется сейчас спросом. Потому что сезон. Хочется всего своего. Ой, оса тут на яблоке. В общем, яблочки у нас по цене 2,5 рубля за килограмм. Ну что, вот так пробежалась. Вам все показала. Хочу обратиться к своим подписчикам из города Борисова. По-моему, подписан Влад Павловец. Простите, если я была не права. В общем, хочу рассказать, что была я на прошлой неделе в Борисове. Так получилось, что мы были уже поздновато. Но мы были в старом городе, там, где вы торгуете. В общем, посмотрели ваш рынок. Очень интересно, очень красивый город. Мы были в церкви возле старого города, возле рынка. В общем, передаю вам огромный привет. Павла у вас. В общем, как-то так. Очень хочется приехать к вам туда поторговать. Ну, попробовать, посмотреть. Может быть, в следующем сезоне обязательно такую маленькую задачку, маленький какой-то эксперимент. Эксперимент. И проведем, посмотрим, что пользуется у вас спросом. Ну, не сказала еще. Вот здесь у меня свеколка лежит. Свеколка молодая сейчас по 3 рубля за килограмм. Ну, вот 3 штучки где-то будет там на килограмм. Ну, что, друзья. Пожелайте мне удачи. Пожелайте мне хороших торгов. Чтобы я быстренько все реализовала. Ну, а сегодня оставайтесь со мной, потому что будет интересно. Я буду вам показывать, рассказывать. Немножко делиться своими впечатлениями. Обязательно в конце торговли покажу, сколько мне удалось заработать. Мне кажется, это самый интересный момент. Многие мне, конечно, советуют. Настя, не показывай. Ну, друзья. Это такие деньги, заработанные трудом. Завидовать этому. Это так глупо. Это вообще глупо. Это нелегкий труд. Поэтому мне нечего бояться. В общем, я открыта для вас. Оставайтесь со мной. Подписывайтесь на канал. Ставьте этому видео сразу лайк. Ну, что? Приятного просмотра. Ну, что, друзья. Стою, торгую. Вот так выглядит мой торговый стол. Прошло где-то часа два. Много чего я распродала. Огурчики последние. Картошечка, яблочки. Ну, потихоньку все движется к концу. Ну, как к концу. Ну, уже поменьше всего осталось. Это не может не радовать. Сегодня не очень много продавцов, а покупателей значительно больше. Потому что у нас стали выдавать социальные пенсии. Зарплаты. И люди заметно стали прибавляться на рынке. Потому что торговать, когда нету зарплаты или пенсии, очень-очень сложно. Сами понимаете. Люди хотят все купить. Все им нравится. Но денег лишних нет. Поэтому сегодня могу смело заверить, что мне немного-немного повезло. Огурцы удалось продать по очень хорошей цене. 3,50. 3 рубля за килограмм. Где больше, по 2,50. Ну, лисички потихоньку. Видите, вот одно ведерко осталось. Ну, в общем. А я тебе почему? Торгуешь. Огурчики? 3,50. Грунтовые. Родничок. Помидорки у нас очень вкусные. Яблочко белый налив. Ну, в общем, предлагаем. Выбирайте что-нибудь у нас. В общем, торгуем. Спрашивайте. Огурчики. 3,50. Грунтовые. Родничок. Берите. Вот здесь вот нету килограмма. Она 2,50. Помидорки очень вкусные. 5 рублей килограмм. Ну, в общем, видите, остались такие цены повыше. И сразу народ, конечно, неохотно. Ну, я не обращаю внимания. Время сейчас у нас немного. Время ближе к 12, наверное. Поэтому, что переживать? Люди еще не шли с работы. Вот. Поэтому будем стоять, будем торговать. Если не сложно, напишите, пожалуйста, какие цены у вас сейчас на основные товары. Давайте вот огурцы, помидоры, картошка. Мне тоже очень интересно сравнить, посмотреть, отличаются ли у нас цены. В общем, для меня это тоже будет информативно. Ну, вот так. Буду торговать. Оставайтесь со мной. Приехала мама. Привезла мне вот такой красивенный руколы. Рукола в этом году у нас просто, я считаю, удалась. Не знаю, что поспособствовало. Возможно, то, что мы ее поливали. Схожесть у нее очень быстрая. У нас получилось 7 раз. Сначала весны вырастить вот такую вот красивенную зеленушку. Повязала ее по пучкам. Не знаю, сколько в пучке. Грамм, наверное, 200. Руколы. Цена, естественно, уже ниже. Потому что лето. Весной, конечно, она в цене. За 6 отдаю последнее ведерочко. Давай за 5. Давайте. Ну, отдала последнее ведерко лисичек подешевле. Так получилось, что это, как я уже сказала, остатки. Я вижу, что качество меняется. Им уже не очень хорошо. Поэтому, думаю, уступлю. Не потянусь за этим рублем. Потому что на рынке самое важное оценивать здраво. Потому что либо тащить домой, либо можно немножко уступить и пойти с пустыми или полупустыми сумочками. Вот так осталось у меня яблочек. Видите, немножко. В принципе, стол становится меньше. Мама подвезла еще кабачков. Ну, в общем, посижу для ассортимента, как говорится, чтобы с пустым столом не стоять. Будем дальше торговать. Надо руколу продать. Ну, что ж, друзья, приехала с торговли. У нас уже пошел небольшой дождик. Погода менялась сегодня просто несколько раз. Начиналось все с прохладной такой, после дождевой погоды. Не хотелось никуда выходить, ни на рынок, ни собираться. Далее я немного распогодилась. Полило просто бешеное солнце. Я вся сгорела. Так как забыла шапку на рынок. В общем, солнце напалило. Ну, а сейчас пошел такой небольшой дождик. Хочу немножко рассказать сегодня про торговлю. Такое, знаете, у меня двоякое чувство. Ну, про усталость, про все вот это я уже и не говорю. Сами знаете, кто ходит тоже торговать. Знаете, что рынок очень выматывает. Очень долго приходится собираться на рынок, подготавливаться. Потому что продать всю домашнюю продукцию становится сложнее. Нужно соответствовать как-то современным требованиям. Да, как бы покупатель тоже сейчас такой, знаете, изысканный. Хочет, чтобы все было аккуратно подготовлено, вымыто, навязано. Ну, в общем, как-то так. В общем, двоякое у меня сегодня состояние. Немного меня смущает то, что все больше и больше появляется недобросовестных продавцов. Сейчас немножко расскажу, что я имею в виду. Когда я прихожу на рынок, я сразу вижу, сам ли выращивает, да, как бы продавец это все. Что, сам ли привозит. И сразу вижу это оптового скупщика, человека, который сидит и, не побоюсь этого слова, втюхивает товар, к которому он лично не имеет никакого отношения. То есть к этому товару имеет отношение лишь его деньги. Его деньги, либо его, там, не знаю, еще что-то, возможности какие-то. Но точно не труд. Точно. Потому что, когда ты реализовываешь свой товар, ты всегда стараешься его оценить. Ты стараешься его продать. Ты стараешься, чтобы продукция не испортилась, чтобы она всегда выглядела. Ты относишься к своему товару по-другому. То есть я там смотрю за каждой помидоркой, за каждым чем-то. А когда человек просто, ну, как бы пришел, ему надо побыстрее вот это втюхать, побыстрее заработать вот эти свои деньги какие-то. Они небольшие. Ведь для того, чтобы перепродать, ты столько не заработаешь однозначно, как ты можешь заработать дополнительных денег через свой труд. То есть я продала килограмм томатов, это деньги все мои. Килограмм огурцов, там, зелени, пучок, это все мое. Когда человек это все, ну, скупил, вы понимаете, там какой-то процент идет. Ну, в общем, неприятно. Но не мое это дело, абсолютно не мое. Меня смущает другое, что такие люди мешают торговать труженикам. Такие люди мешают ставить достойную цену, а больше меня раздражает, когда у людей нет воспитания, субординации, и люди себя ведут на рынке как по-хамски. По-хамски, высокомерно. Мы все люди. Мы все люди, и я всех призываю оставаться ими до конца. Оставаться и, несмотря на то, что каждому нужно продать и каждому заработать, давайте будем людьми. Хочется мне вот так вот им сказать. Ну, опять же, не буду близко брать себя к сердцу, просто я очень эмоциональная. Вот, ну, как-то так. Вот хотела вам, значит, это рассказать. Сменю немножко картиночку, потому что, чтобы вам было поинтереснее, значит, меня слушать. Вот так петуни покажу. Это я приехала к родителям. Покажу петуни. Вот здесь у нас вот так вот, видите, козюлечки кушает. Ну, в общем, давайте подведем с вами итог сегодняшней торговли. И, как всегда, ставлю вам вот прям картиночку, что мне удалось продать, что удалось наторговать. Не стала снимать я уже концовку на базаре, потому что людей было очень много, как продавцов, так и покупателей. Собиралось очень быстро. Повторю, что палило солнце, мне хотелось побыстрее домой. Жутко хотелось кушать. Вот, в общем, как-то так. Так, значит, как вы уже видите, я вставила для вас итоги торговли. Торговля прошла сегодня очень хорошо. Я безумно рада. Вчерашнее огорчение по поводу дождя и то, что мне не удалось поторговать, оно, ну, как бы ушло, потому что товар реализован. Я огорчалась не из-за того, что я там, ну, не заработала, да, например, а из-за того, что я трудилась, готовила, тащила. И товар как бы, ну, вот стоит, а хочется же продать все свежим. Но спасибо большое. Все у меня получилось. В общем, я довольна. Друзья, спасибо большое за просмотр. Я думаю, что вы рады этому видеоролику, ждали его. Если какие-то у вас есть вопросы касаемо торговли или просто мне задать, или что-то спросить, я всегда рада для общения. Можно общаться в соцсети, в Инстаграм, либо ВКонтакте есть группа, либо задавайте свои вопросы под этим роликом, пишите комментарии. Всегда для вас рада вещать, рада показывать. Ваша Анастасия, канал Будни Дачницы. Всем до новых встреч. Всем пока.